Утро доброе вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 25 сентября. Люди продолжают собирать урожаи. Хозяйки делают заготовки на зиму. Ждать ли нам сюрпризов от погоды? Узнаем из фото гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Работы самодеятельных мастеров изобразительного декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» были представлены в картинной галерее. Мадина Каракетова с экспозиции. Начинающий дизайнер одежды Айлиана Кургова готовилась к этой выставке-конкурсу почти год. Ее экспонаты – национальный костюм. Айлиана изменила сложившийся издревле традиционный комплекс одежды и аксессуаров, дав костюму новое дыхание. У меня костюм в современной интерпретации. Я хотела показать этим, что исторический костюм можно носить и на сегодняшний день. И это будет также модно и востребовано. А в этой части выставки представлены работы мастеров из Карачаевского района. Сразу бросаются в глаза шахматы ручной работы. А это цветочная оранжерея – результат фантазии и трудолюбия Фатимы Джанибековой. Я использую в своих работах дерево, пархат, картон, сизаль. Я люблю делать тапиари, объемные картины. Иногда делаю картины из кожи. Вдохновение, хорошее настроение и покой – вот составляющие волшебных композиций, создаваемых умелыми руками мастерицы. Автор вот этих необычных картин – мастерица из Санкт-Петербурга Татьяна Сандигурская. Я в Карачаево-Черкесской республике нахожусь уже шесть лет. Маму свою я вывезла с Донбасса. Была она в Руссии. И, наверное, это все на меня впечатление произвело. Работа народных мастеров, все это сложилось. И я стала вот такое чудо делать. При изготовлении картин Татьяна использует шерсть, причем мастерица сама выстригает ее из овец. На выставке конкурса представлены лучшие работы мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Журналист Шахрица Богатырева признается, что восхищена талантом мастеров. Нельзя не восхищаться тем, что я вижу. Я чрезвычайно рада тому, что наши народные традиции, которые воплощаются вот в этих прекрасных изделиях, в этих поделках, они не только не забыты, они еще с каждым годом становятся все ярче и выразительней. В моих личных предпочтениях о том, за кого я болею, я буду болеть за свой родной город Карачаевск. По словам министра культуры Карачаева-Черкесии Зураба Агирова, с каждым годом этот конкурс становится все более востребованным и позволяет открывать новые и новые таланты. Самое главное – видеть, как от года к году растет уровень работы. Очень приятно видеть, что здесь появляются новые форматы и то наше стремление, чтобы каждый мастер становился производителем сувенирной продукции, дизайнерской продукции. С каждым годом мы все ближе и ближе к этому направлению, видим, что уже и появляются рекламные материалы у наших мастеров. Это говорит о том, что тот путь, который они избрали, для них становится основным делом жизни, и они не уйдут из этого искусства. А самое главное – подчеркнул главный знаток культуры республики – не будет забыто искусство предков, оно будет передаваться из поколения в поколение. Итоги республиканской выставки конкурса «Город мастеров» будут подведены 25 июля. А до этого времени у жителей Черкеска и гостей города есть возможность насладиться созерцанием поистине уникальных авторских работ самых талантливых мастеров. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный, ночью и утром местами туман. На ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, в горах плюс 2, плюс 7. Днем плюс 16, плюс 21 и местами плюс 7, плюс 12 градусов. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 20, плюс 22 градуса. Высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова